Девушки отдыхают Мне немало лет и большую часть жизни я прокололся. Не всем удается прожить столько, сколько удалось мне, но мне удалось. Зачем я тебе все это рассказываю? Да за тем, что хочу, чтобы у тебя было как можно меньше проблем. Многое из того, что я буду говорить, ты, наверное, знаешь. Ничего, послушай еще раз, лишним не будет. Это я знаю наверняка. В этой больнице лежит мой друг Леха. Лет пять назад у него обнаружили ВИЧ. А сейчас это еще двусторонняя пневмония. Врачи не уверены, что он выживет. Принес ему апельсинов. Привет, Лех. Ну как ты тут? Нормально. Держи. Спасибо. Ну, добрый день. Как дела? Здравствуйте. Ничего же, я поснимаю. Да, пожалуйста. Ну, как чувствуешь себя? Нормально. Нормально? Ну, посмотри на меня. Смотри вверх. Апельсины – это хорошо. Это хорошо. Правильно? Доктор, а как же он подхватил ВИЧ? Ну, точно сказать нельзя. Большинство заражений среди наркоманов происходит при пользовании одним шприцем. Тем более, что кроме ВИЧ через шприц можно подхватить тысячу других заболеваний. Взял чужой шприц – все. Считай, у тебя уже есть все, чем болеют те, кто кололся им до тебя. Но некоторых болезней можно избежать. Например, от гепатита В можно сделать прививку. А вообще, вообще, лучше перестать кололся. Сейчас вообще получить однорозовый шприц проще пространство. Во-первых, стоит он дешево – копейки. А во-вторых, его получить можно абсолютно бесплатно. Достаточно стать участником программы снижения вреда. Вот, когда ты становишься участником этой программы, получаешь карточку и список мест. Где ты можешь получить эти одноразовые шприцы и другие профилактические средства. Ну, зачем лишний раз рисковать своей жизнью? Ты же не бросаешься под мчащийся камаз. Ты переходишь дорогу по подземному переходу. Вот здесь телефончик. Позвони и узнай, как стать участником этой программы. Да, в принципе, это можно сделать сейчас. Тебе там расскажут не только, как получить бесплатный шприц, но и как избежать многих проблем и где получить помощь. И еще, там же ты узнаешь, как пройти тест на ВИЧ и сдать анализы на другие заболевания, передающиеся половым путем. Вот это очень важно. Ну, а вот это специально для тебя. На, держи. Вот, используй при каждом половом контакте, и тогда анализы твои будут чистые. Давай, удачи тебе. Да, тебе и твоим родственникам. Да, спасибо. Мы живем в дикой стране. Только у нас ширева продают в жидком виде. Она уже может быть заражена. Ты же не барыга, ты же не знаешь, кто ее готовил, в какой посуде, кто лазил туда своим шприцом. Хороший совет. Купил ширку, подыми ее. Прокипяти. Нагрей в ложке градусов на 60, качество не потеряешь, а ВИЧ не подхватишь. Вирусы гепатита при этой температуре не погибают. Так что лучше готовь сам. Или покупай у кого уверен на 100%. У тебя должен быть свой баян, свой шприц. Никому его не давай. Храни так, чтобы он был недоступен для детей. Возьми, возьми за положняк, мыть руки чаще, чем колодца. И всегда меня их. А если ж вернулся в парадном, не поленись дойти до бака и выброси использованный туда. Зачем бросать баяна в подъезде, где ходят дети и, не дай бог, захотят поиграться? Дело в том, что даже после одного укула на игле остается якоря, заусеницы, которые могут нанести травму твоим и без того уставшим венам. И там может возникнуть воспаление. И ты туда больше колодца не сможешь. Кстати, любой раствор должен быть чистый, как слеза. Если он мутный, фильтруй его, не ленись. Фильтруй через беруши или ватку. Фильтруй столько раз, сколько надо. Чистый раствор – меньший риск передоза инфекции. Всегда протирай место для укола. Спиртовые салфетки или ватка со спиртом, одеколоном или водкой. Это уменьшит вероятность занесения инфекции. После укола прижми место, куда ты уколол. И не колись в одно и то же место, не делай шахт. От этого может возникнуть воспаление. Воспаление в основном от того и возникает, что ты долбишь в одно и то же место, и организм не имеет возможности сопротивляться инфекции. Старайся не колоться в паховую вену. Во-первых, она магистральная, рядом артерия. Если когда забьется, у тебя будут проблемы с ногами. Начнется отечность, трофические язвы. Ты не сможешь ходить. Во-вторых, это очень грязная зона. Там много инфекций, и риск занести что-то вовнутрь слишком велик. Такая есть возможность. Не коли в паховую вену. Заранее спланируй, когда ты будешь колоться. Пусть в это время кто-нибудь за тобой присмотрит. Не стоит двигаться одному. Он за тобой приглядит. Потом ты за ним. Мы очень зависим друг от друга. Более 20 лет я просидел на игле, а сейчас соскочил при помощи заместительной терапии. Если у тебя есть желание изменить жизнь, сделай это. Сделай ради друзей, ради семьи. Да ради себя, в конце концов. Многие из моих знакомых сумели отказаться от тяжелых наркотиков. Не сразу, потихоньку, постепенно. Но у них появилось будущее. У тебя есть только настоящее. И неизвестно, как долго оно продлится. Папа, идем. Иду, иду. Сейчас. Если ты не имеешь сил завязать, то делай хотя бы то, о чем я тебе говорю. И ты во многом сумеешь избежать очень многих проблем. Ну все, мне пора. Я здесь уже был, ты тоже, ты тоже. У всех свое место. Позвольки городов, в теле каждой судьбы. Пускай мы сделаны из разного теста. Языки холодов, лижут наши следы. Кто первый шагнул в эту дверь? Не помнит, не знает. КОНЕЦ КОНЕЦ